Всем привет! Меня зовут Алла Кичиджан. Вы на канале «Как завести роман с английским». И подходит к концу мой 60-дневный марафон. Каждое утро я писала по видео и была таким человеком делающим. И сегодня немножко с юмором в завершающем марафон видео я хочу вам показать вот такое выступление Марисы Пир. И всего пару строк из ее выступления мы разберем самые главные, самые ключевые. Я не буду разбирать целый отрывок, если кто понимает, он и так понял. Я только хочу разобрать вот это классное ее выражение «You are not a human doing, you are a human being». То есть вы не человек делающий, вы человек бытийствующий. И, пожалуйста, дайте свой перевод в комментариях. Я хочу напомнить, что наш конкурс по переводу с английского на русский и с русского на английский продолжается. Вы можете выиграть 55 уроков базового английского по методу Анны Кантер Криокод, если будете активно комментировать каждое мое видео. Когда мы с Анной писали нашу книгу, я надеюсь, что вы уже ее хотя бы полистали, она есть в электронном виде, ссылка есть в описании. Криокод «Как стать человеком говорящим», то при переводе на английский мы стали думать, как же лучше сказать «человек говорящий». И вот я была за вариант, который использовала сейчас Мариса. Она сказала «human doing», «human being», «human doing». И я хотела продолжить этот ряд, ну, не знаю, в этом видео Мариса, конечно, «human speaking». Но мы остановились на более правильном по-английски варианте «how to become a person who speaks». Кстати, как вы бы перевели название нашей книги «Криокод. Как стать человеком говорящим». Итак, пару фраз для переводов. Как перевести выражение Марисы «You are a human being, not a human doing». И как перевести название нашей книги с русского на английский «Криокод. Как стать человеком говорящим». Ставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями. Может быть, им тоже важно, они, может, всё время тоже работают, работают, работают бедные и никак не могут остановиться. А зачем останавливаться, говорит Мариса, для того, чтобы перегрузиться. Вот это время, когда мы ничего не делаем, абсолютного безделия, когда мы валяемся на диване и смотрим бессмысленные сериалы, даже глупые сериалы. Она говорит, слушаем музыку, просто находимся сами с собой наедине. Это время позволяет нам восстановить свои силы, восстановить свою энергию, подзарядить свою батарейку, если быть более буквальным. Запомните это выражение, оно очень-очень полезное. Recharge your batteries. В наше сумасшедшее время успевайте отдыхать, успевайте выделить время на себя. Кстати, ещё одно полезное выражение. set aside some time for yourself, because you are a human being, not a human doing. Make sure you subscribe my channel, put thumbs up, and comment this video in the area down below. Keep in touch. See you on Thursday.